Всем привет мальчики и девочки! Конец 2019 года! Какой же классный телефон можно приобрести примерно за 20 тысяч рублей! У меня есть целая подборка, у меня есть много хороших телефонов, которые стоят до 20, но при этом они очень хороши по соотношению цена-качество. И как раз сегодня я вам расскажу о таких телефонах. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы поговорим про каждый телефон. Это топ телефонов до 20 тысяч рублей, которые вы можете купить в Российской Федерации. Поехали! Итак, и первый гаджет, который вы можете купить за как раз-таки 20 тысяч рублей без 10 рублей. 19 990 цена этого телефона это Realme XT. Вот, ребята, как выглядит данный телефон. У меня он в красивом синем цвете. Ребята, если говорить про характеристики, они вас просто поразят. Здесь есть все, что нужно современному человеку. Ну, во-первых, давайте отметим сразу. Сзади 4 камеры. Основная камера 64 мегапикселя. Широкоугольная камера. Дополнительная камера для эффекта боке, для портретных фоток. Дополнительная камера для макрофотографий на максимальном приближении. Задняя крышка сделана из стекла. Сканер отпечатков встроен прямо в экран. Супер Амолед экран. Диагональ экрана 6,4 дюйма. Разрешение Full HD+. Памяти здесь, в этом телефоне, 128 гигабайт. И плюс еще 8 гигабайт оперативной памяти. В комплекте с этим телефоном уже сразу идет быстрая зарядка. В комплекте идет силиконовый качественный чехол. Идет в комплекте вот такая вот пленка, которая уже наклеена за вас на экран. То есть на заводе люди позаботились о защите экрана. Что еще? 4000 мА батарея, NFC, Snapdragon 712, который тянет все, набирает больше 200 тысяч баллов в Antutu. Естественно, 4G, быстрая зарядка. То есть, по сути, это очень навороченный телефон. Разъем для наушников они оставили, не стали убирать. Разъем для зарядки уже USB Type-C. SIM-лоток здесь 2 плюс 1. Вы ставите 2 симки плюс еще и флешку. То есть, вообще реально, вот такой ультимативный телефон за 20 тысяч рублей. Одно из лучших предложений. Realme XT. Запоминайте, ребята, хороший телефон. Следующий мобильничек, который вы можете себе приобрести, если у вас в кармане лежит двадцатка, это Honor 9X. Недавно его показали у нас в стране. Стоимость данного телефона 16 990 рублей. Округляем, получается 17. Вот так выглядит этот телефон. Чем он выделяется? На самом деле, неплохим дизайном, хорошим качеством сборки. Но самое главное его отличие, это, конечно, безрамочный экран. Давайте я сейчас покажу, как на белом фоне это смотрится. Вот. Обратите внимание, это просто такой кусок экрана, как будто я держу в руках. Нету ни капелек, ни моноброви. А где располагается фронтальная камера? Правильно, она находится прямо в корпусе. И она выезжает, когда вам нужно сделать селфи. Переключайтесь на фронталку. И она вот так вот просто выезжает. Думаю, многие это уже видели в других телефонах. И вот как раз в Honor 9X тоже используется такая система. Вы можете ее, конечно, туда принудительно затолкать. Но лучше не надо. А то сломаете этот механизм. Лучше ее делать, чтобы она выдвигалась, задвигалась по кнопке. В принципе, неплохой телефон. У него 128 гигабайт будет памяти, если вы его купите. Сканер у него находится в необычном месте, прямо в кнопке включения. Это вот как конкретно и кнопка, и сканер отпечатков. Также в этом телефоне присутствует NFC. У этого телефона процессор Kirin 710. Он, конечно, слабее, чем в предыдущем телефоне. Но тоже неплохой телефончик. Батарея 4000 мА. Привычная всем Emotion UI установлена. И две камеры. Есть еще модификация с тремя камерами, но она будет стоить на 2000 подороже. Так что тоже неплохой телефон. Советую вам присмотреться к нему. Следующий телефон, дорогие друзья, это Xiaomi Mi A3. Телефон на чистом андроиде. Для тех, кто любит чистый андроид. Для тех, кто не любит все эти производительские оболочки. Все эти китайские Emotion UI, Mi UI, ColorOS. Все вот это. Кто хочет иметь первозданный такой чистый андроид, как Google Pixel на минималках. Чтобы телефон долго обновлялся. Чтобы получал первым версии новой андроида. Для тех людей существует Xiaomi Mi A3. Специальный телефон, созданный в сотрудничестве с Google. По программе Android One Xiaomi выпустили вот такой вот среднебюджетный телефон. Очень красиво у него задняя крышка. В синем цвете переливается. Классная. Три камеры. Сканер тоже в экране. Работает все на чистом андроиде. Видите, все нормально. Производительность здесь тоже на уровне. Snapdragon 665. Процессор памяти. 4,64, то есть 64 в стройке, 4 гига оперативки. Тройная камера. Супер AMOLED экран. Ну, короче, тоже неплохой телефончик. Немножко он поменьше предыдущих. Диагональ экрана здесь примерно 6 дюймов. По этот батарея 4000 мА. То есть тоже вполне себе ничего. Но телефон оснащен экраном всего лишь HD+. То есть для кого-то это может быть минус. То, что здесь достаточно сильно видны пиксели на экране. Вообще, цена этого телефона. Телефон на любителя, но он тоже неплох. Цена телефона данного 16 990, как и Honor 9X. Но сейчас почему-то на него стали большие скидки устанавливаться. Я уже вижу, что его можно купить там за 14 990. То есть уже на 2000 скидки делают. Скорее всего из-за того, что просто его мало кто берет. Но даже за такие деньги я считаю, что этот телефон неплохой. От известного бренда с чистым Android. Это реально как бюджетный Google Pixel. Знаете, первозданный Android без всяких надстроек. Без всяких лишних предустановленных приложений. Тоже можете к этому телефону присмотреться. Он будет обновляться как минимум 3 года. Как минимум 3 года. Быстро работает, летает. Все нормально. И как раз конкурент, следующий телефон конкурент Mi A3. Это новый Samsung Galaxy A30s. Обратите внимание, именно S-версия. Потому что это уже типа считается улучшенной Galaxy A30. Вообще есть обычный Galaxy A30, есть Galaxy A30s. Чем он улучшен? Ну, во-первых, добавили третью камеру в сравнении с обычным A30. Переработали дизайн задней крышки. Он стал, мне кажется, интереснее. Сейчас эта задняя крышка выполнена в форме вот таких вот треугольников. Здесь тоже хорошая батарея на 4000 мА. Есть NFC, неплохой процессор. Сканер в экране, между прочим. И здесь тоже есть такой небольшой минус. Тоже диагональ экрана. Точнее, не диагональ, а разрешение экрана HD+. Как и на Mi A3. Стоимость данного телефона 16 990 рублей. Samsung Galaxy A30s. Далее у нас идет еще один телефон. Он хит, хит реально российского рынка. Многие про него знают. Это Galaxy A50. Официальная цена 19 990. То есть мы вплотную приближаемся к нашему бюджету. Вот таким образом выглядит этот телефон. Очень похож на предыдущий, на Galaxy A30. Но дороже на 3000. Почему он дороже? Ну, во-первых, потому что здесь выше разрешение экрана. Здесь мы уже имеем Full HD+. Здесь мы уже имеем более мощный процессор. Ну и, собственно говоря, камеры здесь тоже немножечко получше. В целом, телефон неплохой. Тоже хорошая батарея 4000. Есть NFC, неплохой процессор. Телефон достаточно легкий. То есть он большой, но он легкий. Благодаря полностью пластиковому корпусу. Камеры, ну, тоже снимают более-менее неплохо. Есть ширик, телефон умеет портретные фотки делать. Есть ночной режим. Ну, то есть вполне-вполне себе ничего. За эти деньги 19 990 можете присмотреться. Следующий телефон, ребята, это Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Тоже новинка. Новинка конца 2019 года. Этот телефон сейчас можно купить по цене 17 990. Вот он, один из моих любимчиков. Что мы получаем за эти деньги? Мы получаем телефон на процессоре Mediatek Helio G90T. Это единственный в мире пока что телефон с этим процессором. Мы получаем классный дизайн. Сканер отпечатков сзади. IPS-экран. Все, как я люблю. Четыре задних камеры. Фронтальная камера. Неплохая. NFC. Батарея на 4500 мАч. Задняя камера. 64 мегапикселя. Есть разъем для наушников. Разъем для зарядки USB Type-C уже современный. Классный внешний вид. Приятный MIUI. 9 Android. То есть реально здесь все хорошо. Все хорошо. Единственное, что может как раз таки отпугнуть людей от покупки этого телефона, это процессор. Процессор неизвестный. Мало кто им пользуется. Вообще к Mediatek плохое отношение. И это единственный телефон в этом списке до 20000, который я могу посоветовать именно на Mediatek. В основном все телефоны на Mediatek располагаются в нижнем ценовом сегменте. Там до 10000. И вот за Mediatek закрепилось такое клеймо. Все думают, что это вот именно бюджетные процессоры. Очень слабые. Очень там фиговые. Но здесь установлен именно классный мощный процек. Поэтому тоже обратите внимание на данный телефон. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Сейчас его уже в магазинах можно купить. Это вот ребята были все Android смартфоны, которые рекомендую наконец 2019 года покупать до 20000 рублей. Ну плюс еще бонусом, бонусом есть вот такой вот малыш. Это iPhone SE. Я не знаю, ребят. Мало сейчас, конечно, вы его где можете найти. Остатки где-то в магазинах, может быть, и продаются. И то я слышал, что вроде как остались телефоны только в розовом цвете. Новые, да? Но когда я видел его последний раз в магазине, он продавался за 18 990. То есть 20000 рублей мы получаем вот такого старичка в очень старом корпусе. Я не спорю, корпус уже давным-давно устарел. Впервые такой дизайн был использован в 2012 году компанией Apple. Но, блин, это реально вот какое-то ретро. Это ретро, но начинка здесь нифига не ретро. Начинка здесь актуальна по сей день. И если вы найдете такой телефон, если вам нравится именно iOS, если вы не хотите покупать Android смартфон, вы можете себе приобрести вот этот SE первого поколения. В 2020 году весной выйдет SE второго поколения, но, ребята, не думайте, что он будет такой же дешевый, как SE первого поколения. Скорее всего, цена будет переваливать за 30000 рублей. Имея 20000 рублей, вы реально можете спокойно купить новый SE и пользоваться им еще года 2-3. Вот такие вот список такой гаджетов я сегодня вам привел. Напишите в комментах, какой телефон до 20000 купили бы вы. Мне кажется, что эти телефоны отличный выбор за свои деньги. На этом будем с вами прощаться. Я оставлю ссылки на эти телефоны, где их можно приобрести по выгодным ценам. С вами был Дима. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.